Приветствую вас! Если честно, то не думаю, что я мог бы дать вам ответ, сколько-нибудь сильно отличающийся от ответов моих коллег, по моему мнению. Но, тем не менее, я стараюсь вам ответить на наш вопрос, понимая, что вам это может быть важно. Вот. Значит, видите ли, что делает мужчина? Мужчина, он как бы проявляет к вам симпатию и действительно интересуется вами, вы ему симпатичны. Конечно. Но человек, вот на мой взгляд, как это видится мне, человек достаточно неуверен в себе, достаточно неуверен в себе. Вот. И не верит в свои силы, не верит в то, что может как-то вас реально завлечь, он не верит в то, что у него есть шансы вас завлечь, он не верит в то, что вы можете быть с ним, и из-за этого может он позволить себе проявлять симпатию и то по намеками только под, собственно говоря, градусами. Вот. То есть алкоголь обычно действительно таких людей раскрепощает. Алкоголь действительно, как правило, дает возможность таким людям чувствовать себя несколько лучше, несколько комфортнее, увереннее в себе и позволяет им говорить то, чего бы они никогда не сказали в реальной жизни. Будьте признаны. У мужчины есть к вам симпатия и он пытается вот таким способом, хорошим ли, плохим ли способом, он пытается проявлять к вам свою симпатию. Ну вот просто потому, что вы ему нравитесь. И надо сказать, что он это делает достаточно неумело, надо сказать, что он делает это достаточно, я бы сказал, он это делает достаточно странно. Он рискует таким образом, никогда вообще не начать встречаться с девушкой, если он будет двигаться вот в таком направлении. Но, тем не менее, мужчина, как может, так он и проявляет к вам свою симпатию. И это неплохо, это нормально и в этом нет ничего странного. Пожалуй, плохо здесь только то, что мужчина, по сути, пристает к вам, а вы, будучи замужней женщиной, судя по всему, не можете дать ему, как бы это сказать, вы не можете дать ему того, что он хочет. То есть, я имею в виду, что вы не можете ответить ему взаимностью. Вот. И это заставляет мужчину думать, что он какой-то плохой, что он какой-то, может быть, недостойный, ну и так далее. И от этого появляется желание снова и снова вам писать, звонить и так далее. Ну и естественным образом намекать на то, что он мог бы с вами встретиться, намекать на то, что не обижает ли вас ваш муж и так далее. То есть, смотрите, поведение мужчины, вы попросите, пожалуйста, помогите понять его поведение. Поведение мужчины таково, что он достаточно неуверенный в себе человек, обладающий определенной долей страхов в своей жизни. Испытывать симпатию к вам вы ему нравитесь, но он не желает брать на себя ответственность за то, чтобы делать к вам более серьезные шаги. То есть, он и хочет быть с вами, он и хочет проявить к вам свою симпатию, но в то же время боится и отказа с вашей стороны. Что, по сути, лишь выставить его как-то негативно по отношению к самому себе. И боится он еще и вашего мужа. Ну, опять же, потому что знает, знает, что муж, скорее всего, муж ваш гораздо лучше него, чем он. То есть, значит, тотальная неуверенность в себе, просто тотальная неуверенность в себе, не позволяет человеку адекватно проявлять себя по отношению к вам. И из-за этого он вот так вот вас и беспокоит. Вроде бы и хочет быть с вами, а в то же время он понимает, что вы вряд ли будете вместе, ну, просто потому что он не решится на это. Вот. Поэтому я думаю, что так обстоят дела с вашим вот этим вот мужчиной. Вот. И из-за этого что-то еще добавить. Только то, что в какое отношение вы сами придаете... То есть, какое значение вы сами придаете вот тому, что сейчас происходит? Именно вы сами какое значение придаете? То есть, я имею в виду, насколько вы хорошо относитесь к мужчине, насколько он вам может быть нравится сам по себе. И если у вас проблемы с вашим мужем, то, естественно, нет ничего удивительного в том, что вас как-то вот впечатляет этот мужчина и заставляет как-то вот думать о нем и даже задавать вопрос на нашем сайте. То есть, возникает отсюда довольно резонная мысль, а все ли у вас в порядке? Именно с вашим мужем все ли в порядке? И если есть какие-то проблемы у вас с ним, с вашим мужем, то здесь, конечно, сперва имеет большой смысл. Прежде чем разбирать поведение именно этого мужчины, имеется смысл разобрать ваши отношения с мужем и посмотреть, есть ли проблемы у вас там. Но если проблемы есть, то опять же поздраваться их решить. Ну, это может быть либо проблема какой-то неудовлетворенности его или вашей, трудногласия какие-то, ну и так далее. Довольно много может быть моментов. Вот. И уже вот когда будет ясно, какие у вас проблемы с вашим мужем, тогда уже можно будет говорить о том, насколько все вот это вот реально. То, что к вам испытывает ваша знакомость, за что он хочет. С другой стороны, понимаете ли вы сами связывать свою жизнь с человеком, который не уверен в себе, тоже большой вопрос. Здесь все зависит от вас, опять же. Вот. Ну, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего-всего-всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.